Сделано на лейбле подкаст-бар. Сейчас вы услышите то, что мы бы лучше никогда не слышали. И вообще, ответственности никто за это не несет, и как так получилось, мы понятия не имеем. Аудио-мемы! 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 Привет, мои медвежата! Вижу, вы проголодались и хотите, чтобы папа-медведь накормил вас. Тогда предлагаю прямо сейчас разворошить улиц с новыми сладкими мемасами. Меня зовут Дэн Петров, это подкаст-шоу Аудио-мемы. Погнали! Аудио-мемы! Первый мемас, который мы сегодня услышим, прислал нам один из наших подписчиков. Предупреждаю сразу, недавно вышел закон о запрете мата в сети. Поэтому сейчас мы очень сильно рискуем, потому что это жесткое, грязное и очень брутальное сквернословие. Вообще-то у нас во дворе есть один мужик, который не хочет, чтобы его собака играла с моей. И я вот уже не знаю даже, может ему сказать, что он злюка вонючая. А? Как вам? Походу эта девчонка владеет двумя огромными злобными доберманами, одевается во все черное и имеет 26 татуировок на всем теле. А еще сплевывает сквозь зубы на 3 метра вперед. А мужик, который запрещает своим баллонкам играть с благородными псами, просто дурак, вонючка, козел, скотиняка и вообще... Покашка. Фух, самое жесткое позади. Можно вернуть обратно беременных и сердечников. Дальше будет полегче. Следующий мемас имеет особую ценность, потому что это настоящая жеза. Уверен, каждый из вас побывал в подобной ситуации. Сейчас все поймете. Ну согласитесь, жизненно. Бывает мы кому-то записываем 10 аудиосообщений, звоним по сотовой, по ватсапу, по скайпу. А человек, как ни в чем не бывало, отвечает нам через 4 года. От нашего шоу мы вручаем героям этого мемаса памятные подарки. Первому за оперативность нового друга, ну потому что старый спекся. А второму путевку в Кисловодск и еще немного льда, ну чтобы приложить. Аудио-мемы. Ну что, мои пирожочки, пришло время поблагодарить вас за то, что вы присылаете нам мемасы. И, кстати, следующее аудиосообщение может стать настоящим мемом именно благодаря вам и нам. Итак, некий позитивный и очень угарный чувак пытается сделать заказ в рум-сервисе на английском языке. Дело происходит в отеле в Турции. Спагетти. Баланец, томат и базиль. Yes, no cheese. Only, 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 стопагетти, only. Повторите, repeat. Соус, has this, what is this. Yes, no. No. Десерт. Как сказать фонтан шоколадный? Чоку, 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 брызг. Фаунтейн. Чоку фаунтейн. Окей. Сейчас. Минут, минут. No, 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 кол. Ну, сейчас, вон минут. Арахис. Натс, натс, you have nats? Не батончик, орешки. Натс, окей. Yes. Что натс? That's all. Угу. Все понял. Я считаю, что это шедевр и настоящий бриллиант драгоценной коллекции наших мемасов. Уверен, что у каждого из вас есть такой друг, который в совершенстве владеет иностранными языками. Как говорится, let me speak from my heart. Следующий мемасик навсегда уравняет шансы носителей и неносителей русского языка. Слушай, твоя одногруппница, наверное, не в Дубае, а в Шарже. А Дубае более европати... евро... 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 евроизирован... европизированный. Размешили, размешили. Размешили. Слово-то, кстати, непростое. Пози его выговори сразу. А чуваку огромный респект за то, что не растерялся и разбавил свой тупняк хорошо знакомым мемом. Аудио-мемы. В жизни есть только одна ужаснейшая вещь. Это тот момент, когда наше шоу подходит к концу. Но все-таки мы успеем послушать еще один мемасик, который вобрал в себя все то, что мы так сильно любим. Великий могучий русский язык, абсолютная неадекватность и портрет настоящего тиктокера 21 века. Ты думаешь, я даун? Я не даун! Это ты даун, если ты думаешь, что я даун! Кто еще даун? Я рок слушаю! Даун я! Я не даун тебе! Даун это твое второе имя, если ты так думаешь! Тьфу! О, су... Я зоун! Фух! Прости, если я тебе что-то наговорю, такого обидного, но я зол! Да, это довольно сложно переварить, но чувака понять можно. Когда вся твоя жизнь состоит из Майнкрафта, цитат ВКонтакте и пересера с одноклассниками в мессенджерах, неудивительно, что твой словарный запас стремительно беднеет. Хотя в случае этого парня, похоже, базового запаса не было в принципе. Я не даун! Интересно, он знает другие слова? Это ты даун! Слышь ты, ты базар-то фильтруй! У нас хоть и доброе шоу, но я так-то и втащить могу. Прости, если я тебе что-то наговорю. Ладно, проехали. И хоть ты и родился в один день с ТикТоком и паспорт еще не менял, все же ты сказал священное слово РОВ. И если ты не трендишь, а еще и слушаешь его, то однозначно заслужил респект от меня и от всех холдов интернета. Аудио-мемы! С вами был Дэн Петров и подкаст Аудио-мемы. Жмите на колокольчик и кидайте нам лайки. Без них наша самооценка рухнет ниже рубля. А для жителей Инстаграма у нас тоже есть уютная страничка Собака Подкаст Бар. Там тоже много всего интересного и хахашного, так что не соскучитесь. До встречи, пока! Аудио-мемы! 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 Аудио-мемы!